Жители деревянных домов по Пекарского насторожены. После ввода соседней мангоэтажки их может затопить фекальными водами. С таким сообщением к нам на горячую линию обратились обеспокоенные жильцы. В ситуации разбиралась Сарглана Федорова. Улица Пекарского находится практически в центре города. Удивительно, что в центре столицы до сих пор строят дома с местной канализацией без подключения к центральному коллектору. Этот пятиэтажный долгострой должны сдать в декабре этого года. Возводимость 2008 года дом признали проблемным и обманутые дольщики после 9 лет ожидания подключились к строительству объекта. По словам жильцов соседних домов, застройщики здесь планируют установить цептик на 25 кубов, который временно будет расположен вблизи деревянных домов. Владельцы уверены, что нет ничего более постоянного, чем временное. Надежды, что это месяц-два и кончится, у нас нет никакой. За полтора месяца нас могут затопить по самую крышу. 25 кубов на пятиэтажный дом. Это каждый человек должен либо экономить воду, либо цена этой канализации окажется такой, что люди просто будут не в состоянии платить эти деньги. Жильцов деревяшек настораживает подобный план установки цептика, поскольку соседствующий дом каждую весну сталкивается с такой проблемой. Когда залили два дома, тоже на Пекарского, одну снесли уже общагу, а второй дом стоит, плавает уже сколько лет. Мы обращались и к Игнатенко, и к Асену Сергеевичу, и куда мы, в округ обращались наш, в надзор по строительству обращались, в округ наш отправил, в земельный, и никакого ответа нет. По словам жильцов, водоканал на этом месте планирует построить канализационную насосную станцию. Согласно проекту, строительство займет полтора года. Во время возведения станции временно будет стоять цептик. Видите, вот это вот баррель, конспектив, в них уже заложен бюджет, все есть, это будет муниципально, и будет стоить на нас. Почему они не дают нам самотечный получение? Данный проект со стороны ЖСК Пекарского 6 еще не представлен в окружную администрацию. Проект находится на стадии разработки. Естественно, проект будет разработаться со СНИПами и ГОСТами. И если будут какие-то несоответствия, то думают, что мы примем какие-либо меры. Обеспокоенные жильцы не сидят сложа руки и уже бьют тревогу. Если установку цептика в ближайшее время не отменят, они намерены обратиться в прокуратуру. Сарглана Федорова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.